Многие наслышаны о строгих нравах в исламе по отношению к внешнему виду женщины. Религия не запрещает им быть в общественных местах, главное, чтобы тело было сокрыто от посторонних глаз по максимуму. Разрешается не прикрывать ступни, кисти, лицо. Будучи на пляже, женщины также соблюдают все предписанные им нормы относительно внешнего вида. Но как они умудряются это делать? Об этом в сегодняшней статье. Дизайнер из Австралии Ахида Джанетти разработала специальный плавательный костюм, который полностью соответствует всем исламским законам и нравам. Такой элемент одежды получил интересное название Буркини. Это смесь традиционной паранжи и купальной одежды. Буркини сейчас вполне себе симпатичный элемент гардероба, который больше похож на спортивное одеяние, нежели ли на полноценную паранжу. Мертвое море, несколько интересных фактов и где находится самое знаменитое море в мире. Несмотря на тот факт, что мусульманки посещают пляж в специальной закрытой одежде, которая полностью скрывает тело, многие все же их в этом не поддерживают. Ссылаются они на то, что верующая женщина не должна посещать общественные места, где вокруг них ходят полураздетые люди. Служители мечети и вовсе считают, что мусульманка совершает страшное грехопадение, смотря на полуобнаженных людей в округе даже непреднамеренно. Почему мусульманки рожают так много детей? Некоторое время назад во Франции был издан и одобрен закон, который, откровенно говоря, запрещал мусульманкам посещать пляжи и прибрежные территории в национальном купальном костюме, то бишь в Буркини. Затем его отменили, ссылаясь на то, что это чистое нарушение конституции государства и страны в целом, а также ущемление прав человека. Как хитрит бухгалтерия, узнайте как правильно должны считаться выходные и праздничные дни даже несмотря на то, что официально вышеописанный закон был отменен, многие чиновники его не спешили соблюдать. Они высказывались об этом в следующем форме, якобы людям, которые приехали отдыхать, купаться и загорать некомфортно рядом с женщинами в национальном одеянии. Многие собственники закусочных и пляжных кафе и вовсе запрещают женщинам в Буркини заходить внутрь их заведений. Им кажется, что они смогут спугнуть других посетителей вероятной причастностью к различным сообществам. Для них главное, чтобы большинство гостей чувствовали себя комфортно и непринужденно. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.